Здарова, ребята, меня зовут Максим, сегодня будет очередной обзор на Волковскую пивоварню. В компании со мной сегодня вновь новогодний свин, он перегородил половину бутылок, но ему наплевать, потому что он свин. Подборка сегодня у меня, как вы уже могли обратить внимание, тематическая, я подобрал 6 пашек от Волковской. На самом деле пашек у Волковской больше, судя по антабту, не меньше 15, но я подобрал те, что более-менее доступны сейчас, но и плюс стал не брать те, которые мне неинтересно пробовать, типа с гельфрутом. Сегодня будет чисто хмелевая история. Одним из поводов собрать эту подборку подслужил камбэк вот этого вот пива, 100 рентген, но о нем чуть позже. Сегодня на обзоре будут такие сорта, как классическая ипажка от Волковской, которая подается в каждом супермаркете. Сессия на IPA от Волковской, которая появилась осенью 23 года, и в принципе ее тоже можно довольно-таки много где найти. Вот такая вот ипажечка, которая появилась тоже осенью 23 года, и пока я не знаю, чем она отличается от этой, будем выяснять по ходу. Также white ipa, 100 рентген, про который я уже упоминал, а также неипация, которая в представлении не нуждается. Я думаю, что среди любителей пива тяжело будет найти человека, который не пробовал ничего из этой подборки. Тем не менее, я думаю, будет интересно сравнить, как они выглядят на фоне друг друга. Предлагаю приступить. Начнем мы, конечно же, с классики, это IPA версия 3. Они до сих пор зачем-то продолжают писать версии 3, как будто планируется выпуск других версий. Как бы то ни было, 55 IBU, 14 плотности, 59 оборотов. Состав, вода, соут, ячмены и пшеницы, хмельпродукты, дрожжи пивные. Дата розлива 7 августа. На дне, кстати, осадок выпал, видите, свет не пропускает. Давненько, на самом деле, не пил пашечку от Волковской. Волковская IPA, если мне не изменяет память, это первое типа крафтовое пиво, которое я попробовал. Не помню, какая это была версия, первая или вторая, но это было так давно, что тогда это действительно считалось крафтом. А тем более в Уфе. Много воды утихло с тех пор, много пива выпито. Как-то раз, товарищам, в Уфе, когда только-только вышла версия 3, мы искали ее по всем магазинам, чтобы сравнить ее со второй версией. Взяли и вторую, и третью. Но на самом деле, я не помню тогда свое ощущение совершенно. Итак, поехали. Цвет. Темно-янтарный, мутненький. Аромат для 80 рублей, как по мне, так и шикарный. Такой хмелевой, маслянистый, тягучий. Пробуем, ребят, за вас. Что мне в нем нравится, это то, что очень плотная, нажористая. Также мне нравится хмелевая горечная послевкусие. Чувствую, что попила паху. Но я, конечно, разбаловал себя уже не ипами различными. Я бы не сказал, что здесь во вкусе сильно много хмеля, все-таки здесь очень плотное солодовое тело, которое дает о себе знать. И вот с одной стороны, я люблю нажор, а с другой стороны, хочется, чтобы вкус хмеля ничего не затмевал. Но, возможно, в тесенке так будет. Я бы сравнил это с двойной ипахой от горьковской на самом деле. По моим ощущениям, это пиво никуда не скатывалось. Оно как было одним из лучших доступных бюджетных IPA, так и мы осталось. Чекнем по традиции Антапт. Оценочка 3,55-14 тысяч. То есть всего лишь на 6 тысяч меньше, чем Балтики Тройки. Описание. Хорошо охмеленный индийский светлый эль с ярким и насыщенным ароматом тропических фруктов. Мощный вкус, в котором хорошо выраженная хмелевая горечь раскрывается в широком диапазоне от тропических фруктов до луговых цветов. Интенсивное и сухое хмелевое послевкусие. С сухим послевкусием соглашусь. Некая сладость, конечно, присутствует, но она не навязчивая, ее в большей степени перебивает вкус хмеля и горечь. Ну то есть она на таком уровне, что если бы не описание, я бы даже вообще про нее не вспомнил. Обратите внимание, обзор только начался, а я уже выпил почти полстакана. Это подтверждение того, что это пиво было и остается одним из моих любимых. Поехали дальше. А далее сессия на IPA. 4 алкоголя, 12 плотности. Дата розы в 25 августа. Состав вода, солод ячмен и хилюльпродукты, дрожжи пивные. Изготовитель Волковской пивоварни, это кстати важно. Вышло несколько месяцев назад, я конечно же сразу купил, но до сих пор еще не пробовал. Но это визуально прям светленько, это килогерок. По текстуре, конечно, не такая мутая, как первая, но тоже плавает много пыли. По аромату на самом деле довольно-таки похоже на первую. Несмотря на то, что визуально она жиденькая, пахнет довольно-таки жирненько. Но если сравнивать флоп-лоп, то конечно оригинально гораздо жирнее. Но аромат приятный, надо пробовать, ребят, за вас. Интересная версия, это действительно легкая ипашка. Она очень питкая, пьется легко, но при этом она не водянистая. Ну то есть это то, на что я и рассчитывал. Здесь более яркий вкус мель, благодаря тому, что здесь более легкое тело. Что касается непосредственно вкуса хмель, то на мой взгляд они здесь очень похожи. Возможно, даже это тот же самый хмель. Если мне не изменяет память, то это пиво дороже, чем вот это, хотя по ощущениям, как будто бы должно быть наоборот. Но возможно из-за того, что это более массовый сорт, они могут позволить себе делать в него более низкую цену. Переплачивать за это есть смысл, но только если вам вот эта версия кажется слишком тяжелой. Либо если вы только-только знакомитесь с таким стилем, как IPA. Ну то есть это такая пусси-версия. Оценочка на Антапте 3.45. Описание, облегченное IPA с меньше, чем в традиционном сорте крепостью, легкий IPA для ежедневного потребления. 35 IBU заявлено в Антапте. Ну то есть даже в описании в Антапте они ориентируются на вот этот сорт. Похоже, что так оно и есть. Это пиво просто более легкая версия вот этого. А мы двигаемся дальше. А далее у нас вот такая вот непонятная зверюга. Индийский светлый эль. Видите, на днище тоже тень от перхоти. Вот здесь ее прямо очень много. Так, стоп. Пиво светлое, нефильтрованное, осветленное, пастеризованное. Не паться? Это просто не паться в бутылке? Я купил два раза одно и то же пиво? 7,6 алкоголя, 18 плотности. Состав вода, солод, ячмены, пшеница, овсяные хлопья, солод, ячмены, темные, хмельпродукты, пивные дрожжи. Датрозового, 18 августа. Изготовитель АО Визит, город Кузнецк. Даже не и паться уже на визите делают. Здесь тоже 18 августа датрозового. 7,6 алкоголя, 18 плотности. Зачем так делать? Ну вот и сравним. Я немного втелюсь, честно говоря. Причем объем 0,33, а по цене они, по-моему, плюс-минус одинаковые, потому что в банке 0,45. Причем существуют еще две версии пива от Волковской с подобной этикеткой персик и манго. И судя по тому, что это пиво изготовлено на АО Визит, а пермерский эль персик и манго тоже делают на визите, соответственно и вот эти сорта персик и манго тоже делают на визите. Возможно, скорее всего, логично. Я сейчас найду в их телеге пост презентации этого пива. Ну, во-первых, вот пост от 14 сентября с описанием некоторых их сортов пива. У каждого пива своя карточка, в том числе и у персиковая эля, у эля манго, а также IPA. Кстати, еще есть малиновый сидр и вишня тоже в таком стиле. Но при этом также есть отдельная карточка у малинового сидра в банке, у НИПАЦИ, у фермерского эля манго и у фермерского эля персик. И также вишневое пиво в железной банке тоже есть. Ну, то есть они презентуют это как отдельное пиво. Зато карточка в Антабте есть у него своя отдельная. Оценка 359,14 чекинов. Ну, карточка максимально пустая, фотки нет, описания тоже нет. Визуально светлое такое же плюс-минус, как предыдущее, но более мутное. Аромат очень насыщенный, тягучий, тяжелый. Но все-таки первое по насыщенности аромата все еще топ-1. Пробуем, ребят, за вас. Вот здесь уже довольно-таки много сладостей, она где-то на уровне с горечью. Я, честно говоря, раньше очень сильно любил пиво НИИПАЦИ. Я не знаю, оно это или нет, но как минимум оно раньше варилось в другом месте. А мы ведь можем проверить. Увы, проверить не получится, потому что этикеты, которые я сохранил от 30 июня 2023 года, тоже изготовлены на ОВИЗИТ. Блин, ну я уверен, что ее раньше делали не на визите, они ведь недавно только начали с ними сотрудничать. А еще я хочу вернуться во времени и купить вот эту коллабу с Райзин Мун. Но пока как-то у меня это пиво восторга не вызывает. Мне не нравится эта карамельная сладость. Также в легкую чувствуется алкоголь, ну так, не критично. Я бы однозначно лучше взял дипу от Горьковской, чем эта. Я ожидал больше, чем ребята, поехали дальше. Далее у нас ВАЙТ ИПА. Здесь на этикетке заявлено, что алкоголь 4,5. Здесь заявлено 6,0. В тапке тоже 6. Плотность 14, а БЮ 50, судя по тапку. Чего-то Волковская посыпалась. Ребята, соберитесь. Состав вода, солки, чмены, хмель, продукты, дрожжи пивные. Я, конечно, не эксперт, но по-моему ВАЙТ ИПА это пшеничная и паха. Я все-таки смотрю ролики под пивасного чалабона. Изготовленные на Волковской. Хорошо, что не на визите. Ребята, меня смущает состав. Давайте читать описание сразу. Уникальный белый IPA. Пиво в стиле индийский светлый эльс. Вареный с использованием 100% пшеничного солода. Волковская. Алло, вы ничего не попутали в составе случайно? Продолжаем. Во вкусе и аромате преобладают солодовые цветочные тона. В отличие от традиционного IPA имеет светло-соломенный цвет. Сочетается с блюдами из мяса, овощей и морепродуктов, а также с сырами и азиатской кухней. Короче, ребята, я накидался. И язык заплетается. Поэтому, чтобы по нечто как раз не переписывать, я просто буду оставлять как есть. Надеюсь, что вы не огорчитесь. Возможно, так будет даже интереснее. Ну и, собственно, вопрос. Где пиздёж? В описании на антабсиде в составе на банке? Ну, в составе на банке так или иначе есть пиздёж, потому что алкоголь разный указан. Не, ну всё, я смотрю на это пиво и понимаю, что состав невьяный. Вот здесь аромат мне нравится. Он как будто бы самый яркий и насыщенный, но при этом не тяжёлый. Кстати, сосёнка пахнет огурцами. Я держал это в себе, но я всё-таки готов в этом признаться. Да, по аромату определённо топ-1 пока что. Пробуем, ребят, за вас. Хороша. Не фанат пшеничного пива, но эта пшеничная паха хороша. Она очень освежающая, это такая летняя паха, я бы сказал. От типичной пшенички я здесь вообще ничего не чувствую, всё перебивает хмель. И у меня складывается ощущение, что пшеничная база это идеально для ипахи. Вкус настолько чистый, хмелевой, прям идеально. И при этом тело не такое жидкое, как было в сессионке. Оно одновременно и нажористое, и насыщенно хмелевое. Вот это неожиданное открытие для меня сегодня, я ведь не хотел её даже брать. Это мне подарок от вселенной за то, что я обломался вот с этой ипахой. Я, честно говоря, думал, что это будет то же самое, что это. Но надежда, что это другое пиво где-то в душе всё же жила. Проблема в том, что это казалось хуже, чем вот это. Что касается вкуса хмеля. Опять-таки, по ощущениям, хмели те же самые, что были здесь и здесь. Блин, ну это тупо топ. Я считаю, что им нужно пускать в массовое производство вот это и зимнять вот это. Поехали дальше. Далее у нас пиво 100 рентген. 8 алкоголя, 18 плотности, 100 IBU. 16 октября дата розлива, самая свежая на сегодня. Все остальные августовские, как-то справедливо даже. Собственно, чем это пиво знаменито? Может быть, чем-то знаменито, я даже не знаю. Просто мы в своё время с моим корешем искали это пиво, хотели его попробовать. Серёга, привет. Я его пил один раз в 21 году. И на самом деле не помню, какое оно было на вкус. Я тогда обзора не снимал, но этот вечер у меня был тоже необычный, дегустационный. Я взял классическую ипаху, взял это пиво и взял от АФки. Два сорта, Мардор и Ред Рум. Вроде бы ещё прачки было, но не помню. Ограниченная партия, лимитед эдишн. Состав вода, солода ячменный пшеничный, пшеница, хмельпродукты, дрожжи пивные. Изгодовитель Волковская, слава богу. На самом деле не совсем понятно, где конкретно изготавливается. Потому что адрес производства 2, в зависимости от цифры, но цифры я не знаю, где находятся. Обычно рядом с датой производства. Но ни на этом пиве, ни на другом я эту цифру не увидел. Сварите паху с соточкой АБЮ это некие гештальды пивоварен. Тут нельзя обосраться. Эдакий закос под прачку, если я правильно понимаю. Пока спадает пена, оценим визуал. Ну визуально вы сами все видите, такого сегодня еще не было. Очень насыщенный карамельный цвет. При этом по текстуре на самом деле примерно на уровне сессионки. Ну то есть пыль конечно плавает, но не так, чтобы прям супер мутно. Аромат на самом деле очень интересный, очень отличается от всего того, что сегодня было. Пахнет чуть ли не шоколадом. Ну и аромат хмеля как всегда на месте. Мне на самом деле очень хочется Антаб посмотреть, но ребят, сначала попробуем за вас. Здесь по ощущениям присутствует джонка. Скорее всего в сочетании с хмелем она дает такие необычные интересные ароматы. Прям очень очевидна горчинка от джонки, ее невозможно не замечать. Либо возможно карамельный солод. Здесь как и в случае с классической пахой, очень большую роль вкусовую на себя берет именно солод. Если вы хотите получить яркий хмелевой вкус, то это пиво вряд ли удовлетворит вашей потребности. Все-таки IBU не равно вкус хмеля. Что касается горечи, тоже довольно тяжело на самом деле оценить, потому что очень сильно, очень сильно горечь от солода замешана с горечью от хмеля. Давайте сравним ее с классикой. Не, ну классика определенно полегче. С не пацей. Все-таки 70. Фу. Не пацей каким-то кошачьим кормом пахнет с ароматом рыбы. Не, ну по горечи определенно топ-1. Но вот в плане удовольствия далеко не топ-1. Давайте чекнем тапок. Оценочка в тапке 3.53. Описание нет. Волковское, алло. Это же легенда, ну придумайте вы описание. По сути на самом деле это все, но так-то еще одна баночка осталась. Ну давайте откроем, попробуем. И на финал у нас снова не пацца. Американ IPA. 7,6 алкоголя, 18 плотности, 70 IBU. 18 августа, 23-го года, дата розлива. Состав вода. Солчь-ячменный свет. Солчь-ячменный темный. Пшеница. Овсяные хлопья, химинепродукты. Пивные дрожжи. Ну то есть состав такой же, только в разной последовательности. Разве компоненты в составе не идут? Только последовательности. Ти-ти-сти-сти, от которой они добавлены непосредственно в количестве. Пропорции в общем. В начале состава больше, в конце меньше. То есть, я думаю, что все об этом слышали, знают. Типа есть надежда какая-то? Ну визуально это действительно очень похоже на то, что было до этого. Я имею в виду не паццу в стекле. По аромату в принципе тоже плюс-минус то же самое. Только здесь конечно уже постоял, подвыветрилось. Но пока что вот сразу из банки, конечно, здесь пахнет более приятно, чем здесь. Пробуем, ребят, за вас. Они убили мое любимое пиво. Ну нет, оно не было таким раньше, это 100%. Я теперь хейтер, а о визит. Не, ну конечно в принципе я в шоке, что пиоварник, который варит пиво, который называется типа визит вечернее. Может варить такие вот охмеленные сорта. Или типа фермерский тот же самый эль. Но это не американ айпи. Это пензинский айпи есть скорее. Без негатива к пензе. Возможно кто-то не в курсе. Возможно кто-то забыл. Но не ипаться изначально было пиво. Вот видите, не ипа за зо зо. За, за, за. Это была заявочка на не ипу от Волковской. Как-то они смирились со временем, что не ипа не получилось. И все-таки, ну ладно, ипаха. Возможно к этому руку приложили ТБП. Потому что в своем обзоре они сказали, что это кипа неплохо. Но как не ипа, а это точно не не ипа. И в этом плане я с ними согласен. Это точно не не ипа. Но такое чувство, что это уже не то пиво, что было раньше. Не, ну конечно не исключено, что моя память меня обманывает. Все-таки и времена тогда были другие, и обстоятельства были другие, когда я это пиво пил. Но как бы то ни было, в текущих обстоятельствах это слабо. Будем подводить итоги. Сразу скажу, ребята, если вы не смотрите итоги, то в принципе нет смысла смотреть обзор вообще. Я просто вижу по статистике, что итоги скипает примерно половина. Но при этом в итогах я порой переобуваюсь и что-то переосмысливаю. И это подтвердит другая половина, которая смотрит эти самые итоги. Ну во-первых, как всегда, начнем с рейтинга. На первом месте White IPA. Это прекрасно. Это полный восторг. Вот это пиво можно больше назвать пивом с претензией на Нью-Ингланд. Но никак не это. Даже визуально оно похоже. На это просто хмелевой оргазм. Насыщенное, хмелевое, с легкой кислинкой. Идеально. Похоже, что это мое новое любимое пиво от Волковской. Далее сосеночка. Стоит поймать себя на мысли, что ты чувствуешь в этом пиво огурец. Все, ты чувствуешь только огурец. И в аромате, и во вкусе. И на самом деле это неплохо. И на самом деле это идея Волковская ловите. Вместо грейпфрута, па, еще что-то там. Сделайте огуречную сосенку. Вот это тема. Да, я сказал, что это пузичное пиво. Но тем не менее, я ставлю его на второе место. Далее у нас классик. Ну, знаете, третье место это тоже неплохо. Нет, ладно, я имею свое мнение. Все-таки вот так. Это классика на все времена Волковская. Так держать. Далее 100 рентген. Аромат такой шоколадный. Не каждый шоколадный по С-300 может похвастаться таким ароматом. Это, конечно, неплохо, но, на мой взгляд, ребята заигрались с ладами и в итоге не пришли к балансу. Ну и на последнем месте не пац в таком, либо в таком виде. Дабл пенитрашен на экране. В свое время на моей бывшей работе обо мне ходили легенды, как я пил одновременно в два горла и охоту крепкое и красное вино. Я не знаю, как это работает, но мне из банки нравится больше. При том, что дата розовая у них одинаковая. Я не знаю, что здесь играет свою роль. Либо тара, либо тот факт, что я налил раньше в стакан вот это, чем вот это. Кстати, я не прочитал описание на Антапте для вот этого пива. Оценочка 3.54. Ну, то есть, на удивление, близка к оценке вот этого пива. При том, что у этого 14 чекинов. А у этого 4300. Описание. ИПА, в скобочках, с претензией на Нью-Ингланд. Волковская. Серьезно? Претензия на Нью-Ингланд. Вот это пиво. Продолжаем. С нетипичной для него TTH. В результате пиво приобрело яркий, выраженный хмелевой аромат в спектре тропических фруктов в совокупности с балансированной горечью. Не, ну, на мой взгляд, описание нужно менять. Причем, я это пиво в чекине в два раза ставил ему четверку. Первый чекин 20 июля 2020 года. Просто четверочка без описания. А второй раз 8 января 2021 года. Описание есть, но я не буду его читать. Мне слишком кринжово. Фоточка, конечно, есть, но из-за моего розового освещения абсолютно на самом деле непонятно, какое пиво на самом деле. Ну вот, в общем-то, и все, ребята. Вроде как разобрались с цепахами от Волковской. Что хочется пожелать Волковской? Волковская сварите, пожалуйста, саурыпу. Вот на базе этого пива, по-моему, будет офигенно. А вот с этим можете поиграть и сделать какой-нибудь Нью-Ингланд типа. Это была рубрика совета от экспертов. Ну вот, пожалуй, и все, ребята. Я на самом деле не знаю, что еще добавить можно здесь. Добавлю-ка я, пожалуй, ссылочку на свой телеграм-канал. Она никогда не помешает. Ну и можно потихоньку прощаться. Я сейчас буду записывать шорты на все это дело. Я довольно-таки бухой. Если вы досмотрели видео до конца, то вы, в принципе... Вы можете потом глянуть шорты и порофлить на мои запинания. Те, кто чисто смотрит шорты, не поймут, в чем было дело, в отличие от вас. Ну вот теперь точно все. Всем спасибо за просмотр. Меня зовут Максим. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok